ехали ехали смотрим какая-то башня стоит думаем дай-ка остановимся что тут такое поле такая башня стоит интересненькая а чё она тут стоит-то одинокая неприкаянная вот такая интересная так почему одна и в поле сейчас мы ее обойдем посмотрим круговую вот вообще есть должен быть наверно я так подозреваю так здесь нет да ладно интересно окно есть там еще одно окно там какие-то три отверстия видно сверху вот там можно человеку точно стоять а дверей нету я круг обошел что это за дела несправедливости главное ты посмотри не видать чтобы было где-то дверь когда-то то есть у меня подозревание подозрение здесь смотрите какая насыпь ну тут метра два до с другой стороны значит ход где-то был в другом месте вполне возможно здесь пониже немного с этой стороны но тоже уклон есть возможно где-то ее засыпали или хрен знает где она вообще вход в нее был где-то может быть есть ход ли но мы его по моему не найдем не видно чтоб двери были закрыты да где-то заделаны мы видим вот такие отверстия со всех сторон вот отверстия с той стороны я показывал окно с этой стороны что у нас довольно она высокая и вот с этой маленькие отверстия 4 стучки с той стороны что-то я не обратил внимание тоже наверно есть такие же отверстия а нет а вот с этой стороны северной нету отверстий только с трех сторон отверстия восток юг запад севера нету вот такая интересная башня в поле стоит без без входа рядом дорога но не мог я ее проехать но где же вход наверное здесь вот тропинка вокруг и здесь вот вижу люди лазят и наверное все хотят вход найти поехали вы дальше все-таки мне подозрительно непонятно такая довольно большая башня вот отсюда вид гораздо лучше видно что там еще посередине что-то то какая-то труба торчит не дать для слива воды или чего непонятно сейчас я приближу и в общем входа нету вход где-то наверняка стороне где-нибудь под землей а так подозреваю не может такая башня без быть без входа с тем более с той стороны с восточной есть окно теперь точно все поехали дальше так приехали поизучать альтенхаузен вроде как бы замок посмотрим тут интересного будет ну да мил же вижу дверь заложенная окно увижу с которого труба торчит я еще даже не зашел но самое интересное тут много кирпича использована будем посмотреть вот эта дверь с другой стороны уже куда-то когда-то шла была тут все зацементирована к сожалению но вот тут навесы висят причем три такие огромные навесы у воде большие вот там я так понимаю основной вход но будем искать кирпич вон там я уже вижу арку огромную заложенную что-то у меня с глазами стало все сразу видят добавить просто огромная когда-то было и куда-то вниз уходит очень прекрасно сейчас походим посмотрим начнем пожалуй со входа дверь замурована кирпич новый кирпич старый какой из них какой неизвестно так какого он 12 века до первое упоминание 12 века читали мы немножко в общем то сейчас пройду здесь сначала посмотрю потом в арку пойду посмотрим там что там интересного здесь уже окна современные это что-то заложено вот сирена ну вот хоть в арку что тут интересного сейчас посмотрим двери куда-то непонятно куда куда-то уходят вот арка наклад наложено на другую арку как-то непонятно такое ощущение что здесь когда-то другая была стена или чуть непонятно совершенно она кирпичи вот вижу странненькие сейчас будем посмотреть а это вроде как больница типа для обороны ну тут дверь она пошел дальше поехали вот тут кирпичи походу формочные они не выглядят как со станка причем они здоровые давайте посмотрим почти 29 сантиметров шириной девять с половиной кита не жаль так нельзя померить довольно очень огромный причем они и сверху такие да ладно посмотрим ничего где какие что интересненького ладно сейчас пойдем потихоньку посмотрим что тут вообще интересного окон много заложенных закрытых сомневаюсь что где-то мы здесь подземелья попадем он там в окно я вижу изнутри тоже кирпичи огромные такие но они не похожи что со станка каменный какой-то красноватый камень знаю что за камень сейчас немножко походим посмотрим может быть что-нибудь интересное попадется как вот та арка на входе которая как-то странно очень низко что-то тут у нас подложено переделано там даже сделаны формы крепости здесь вот чуть-чуть что-то напоминает крепость вот там должны были люди ходить здесь что-то напоминает сверху окна опять заложены причем почти все одно всего открытое стены здесь конечно видно что реставрированные но очень толщины это чё такое да что стяжки или что это здесь вообще как-то непонятно здесь вроде камень там я вижу внутри кирпич причем везде каждой вот этой арки кирпич снаружи камень внутри кирпич сейчас он там по моему проход есть пойду там посмотрю и померяю заодно там ворота сейчас еще вокруг пройдемся посмотрим он там вижу уже арка явно ворота когда-то были еще сейчас подойду туда не буду приближать здесь некоторые кирпичи как-то специально делали что ли какие-то они сверх длинные что это за кирпичи такие больше 30 сантиметров но по ширине вроде нормальная скорее всего это позже делалось что ли они понятно но явно станочные кирпичи уже видно что они станком делались и во всех они посмотрел уже все они одинаковые кирпичи сейчас пройдусь дальше так вот тут к сожалению палатка стоит не все видно тоже окна заложены многие сейчас посмотрим дальше пройдусь по кругу вот одна арка тут явно переделка была вон другая арка и какая из них оригинальная скорее всего та которая сверху торчит я так подозреваю не факт конечно сколько раз тут могли его переделывать неизвестно здесь выглядит такая вроде ворота были когда-то ну вот вижу вход вниз как всегда нам туда доступа наверняка нету в общем окна как везде все переделаны все переделаны причем все практически все вот так вот хранится история скажем так германии не знаю как в других странах но подозреваю все везде аналогично говорят что все так хранят тщательно но я вижу везде сплошные переделки все просто переделывается как удобно как хочется двенадцатый век замок даже эти косые окна видно какие то там другие они были вот здесь в общем везде вон она до арочная марка немножко другая пойдем дальше чуть не прошел какая там глубина так на видео скорее всего не видно будет но я пипал вижу это два два с половиной метра примерно глубина вот еще одни вроде как ворота сверху видно кирпич современный хотя вот один вижу очень длинные другое какие-то они сверх длинные он видишь какие-то сверх длинные кирпичи и там в тех арках под стеной тоже такие сверх длинные кирпичи какие-то там в районе 30 сантиметров но по толщине они примерно нынешний стандарт ну вот какие то совершенно толщины и кирпич опять попался сожалению от рассмотреть станочного он или формочного изделия тут не представляется возможность ширина его где-то 9 9 с половиной сантиметров здесь все каменная потолок уже какой-то современный но в смысле предыдеренное наделая в то время вот тут дверь замурована и тут еще что-то замурована там окно замурована все по замуровали вот это явно древний кирпич вот этот например сложно определить вроде как выглядит с формы вот и как раз ширина к сожалению не все видно тут цемент деда деда 12-13 сантиметров 13 деда очень широкий сколько же у него вес интересно думаю очень неудобно его было ложить но вот и действенность и на вот сделано подкрепость я был с той стороны сейчас я с обратной стороны здесь как-то но не очень похоже для обороны тут ставь лестницу и залезай окна заложенные маленькие пошел дальше вот окна опять переделанная арочка проглядывается сверху 1 и 2 тяжечко торчит на подозреваю здесь оригинальности почти ничего не осталось очень мало конечно если это оригинальные вот эти укрепления допустим стен то как-то ну блин ставь лестницу залезай вперед с той стороны вроде как крепость была стена на стене здесь кругом окна если может позже приделали конечно здесь были ворота когда-то когда-то были тоже ворота отчетливо просматриваются четко и ширина и высота пока ничего интересного куда бы такое что-то за что глаз может зацепиться на анти кирпичи опять огромные дам на самом верху сейчас попробую приблизить их какие-то очень огромные здесь тоже что была дверь или окно такое огромное было причем оба они так заложенные это первое и второе или три двери или три огромных окна было непонятно ну по кирпичам иногда встречаются старые кирпичи но в основном все уже свежие новодельные где-то вот внутри они проглядываются огромные но маловато как-то пока ничего интересного тут такого сверхъестественного не вижу как-то дверь странно колонна дверь куда-то типа по стене он ступеньки вошли понятно пойдем дальше вот обратите внимание как стена заваленная и никакой опоры нету стоит нормально но там представляю какая толщина это сверху вы посмотреть на нее если там ходить можно ну скорее всего она как бы похоже на старую тут камни и море так я в камнях вот в этих немецких точно не специалист по крайней мере с такими я не сталкивался то красный что старые камни или что тут я вижу например тут обработку уже современная что их резали какие-то нет какие-то да тот резанный перерезанный где-то эти камушки стояли когда-то откуда их повыдергивали что туда вставили теперь мы навряд ли узнаем вообще что-то повырезали уйму целое это прямоугольник был вырезанный на камне на нижнем тоже так а что там что сверху было двери или окна чудо для окон как-то слишком для дверей нормально и они не в никуда что-то здесь было еще наверное когда-то двери же куда-то выходили и там вот изнутри я вижу там они даже арочные были сейчас я приближу и окна тоже были арочные они там белый кирпич современный кирпич в общем тут похоже тоже капитально все переделала разочарован я в этом замке да просто деньги зарабатывают рекламируют сильно старинного тут ну вот тот наверно чердак может быть старинный и вот когда по таким замком поездить которые там двенадцатого века вот он двенадцатая приезжаешь ты тут ничего не видишь ты видишь тут море переделок как бы не очень-то желание желание немножко как-то пропадает ездить по ним очень я разочарован в этом замке много рекламы видел такой старинный такой древний такой интересный но я его вот уже практически круг дал я вижу сплошные все все просто переделано видно окна везде все сплошь и поперек переделано вот наверное вот эти вот вот это чудо типа колонны вот он может быть есть древние все круг обошел я круг мы дали вот там вот точно я вижу изнутри красный кирпич и он большой в окне сейчас я попробую приблизить может быть будет видно конечно удержать в таком приближение очень сложно не знаю видно не видно кирпичи там большие по по моему проглядывают что за отверстие такое это бойница с той стороны осмотрел это не знаю ну вот и все экскурсия окончилась можно идти на выход но сейчас мы пойдем спросим где тут изнутри что посмотреть может быть еще можно хотя я что-то глубоко сомневаюсь вот я вошел вовнутрь здесь как вот уже похоже бойницы вроде какие-то были сожалению не могу я очень много снимать сказали гостей не снимать здесь вроде как бы ресторан поэтому что смогу то сниму здесь ворота были так что оригинального я вижу очень много современного кирпича но вот там проглядывается и древний кирпич вот этот большой что я уже мерил вот здесь вот в углах тоже вижу вода не большие огромные просто кирпичи но это внутренняя сторона такие окна но к сожалению дальше я не могу снять тому люди сидят здесь как-то может быть позже было сделано окно но она наружу понятно немножко здесь уже следующий зал гораздо глубже не знаю где здесь что оригинальное тяжело сейчас сказать она пошел на выход ну вот я снаружи до снаружи видно что это все было позже сделано что что снизу вход окна единственное помещение где можно снимать внутри вот этот ресторан это так сказали гостей не снимать поэтому увы увы ничего тут интересненького поехали мы дальше скорее всего у нас по маршруту еще один замок и одна церковь кирпичная вот в общем что с него сделали с этого замка это гостиница и ресторан там в общем внутри вообще нигде походить нельзя ничего посмотреть не знаю даже чтобы я приехал сюда просто переночевать да где-то здесь вокруг погулять я бы предпочел где-нибудь в замке переночевать чтобы деревянные кровати натуральные все было именно в том виде в котором оно было когда-то но понимаю что там сейчас на сегодняшний день поэтому ну вот такое мое мнение об этом замке поехали дальше вообще